Мягкая зима в этом году в Тверской области не позволила надежно сковать прочным льдом водоемы региона, что привело к несчастным случаям на воде. Любители рыбалки и активного отдыха выходят на лед, на коньках, на лыжах, снегоходах и даже автомобилях. Тему продолжит наш корреспондент. В этом году среднесуточная температура в январе, пусть и незначительно, но превышала норму, несмотря на то, что в начале месяца столбики термометров опускались ниже минус 30. Постоянные оттепели этой зимой не позволили сформировать прочный лед на большинстве тверских водоемов. Местами даже есть проталины, которые прячутся под толщей снега. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки. Именно рыбаки зачастую пополняют печальную статистику, выходя на тонкий лед ради удачного улова. Некоторые любители наши все равно вышли на этот неокрепший лед, что привело в трагедии в двух местах. То есть это Конаковский район, вот Волжский ручей, так называемый, который впадает в реку Волгу. Человек вышел ставить жерлицы, лед сантиметров 5-7 составлял, жерлицы растаял и в одном месте провалился. Выбраться он уже не смог. И аналогичный случай произошел в Западнодвинском районе. Помимо рыбаков на тонком льду, спасатели наблюдают нередко и детей на коньках, тюбингах, санках или лыжах. Причем без сопровождения взрослых. Кроме того, и взрослые иногда не прочь рискнуть по-крупному и выезжают на лед даже на транспортных средствах. Очень много граждан любит, как только лед встал, выйти на него на автомобиле, на снегоходе, на квадроцикле. Проваливаются в итоге, не дай бог гибнут. В итоге транспорт уже утонул. Кого смогли, спасли. Что бы хотел отметить, что ни в коем случае, ни на каком транспорте, какой бы лед ни был, не выезжать. На сегодняшний день в Тверской области толщина льда на водоемах отличается. От 10 до 40 сантиметров в Весьегонском и Балаговском районах. Самый тонкий ледяной покров в Вышневолодском районе и Кимрах от 0 до 5 сантиметров. В областном центре река Тверца у речного вокзала заледенела до 20 сантиметров. А на Волге местами наблюдается проталина. Потому любителям зимней рыбалки стоит тщательно выбирать место для досуга. Оно должно быть в первую очередь не рыбным, а безопасным.